Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вам самые говарные вопросы. Ну понятно. От Андрея Маторина. Михаил Васильевич, изучающий опыт Советского Союза просит рекомендации литературы по организации планового хозяйства. Кроме работ Блюмина и Цаголова, их уже изучают. Что еще Вы порекомендуете? Я уже рекомендовал работы других авторов, а теперь могу порекомендовать работы близких мне авторов, которые эти три занимались. Это, во-первых, такая совместная наша книга троих авторов. Долгова Виктора Георгиевича, доктора экономических наук. Ельмеева Василия Яковлевича, доктора экономических и доктора философских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. И я, доктор философских наук. Книга называется «Выбор нового курса». Когда мой однофамилец Гаврил Попов написал книгу о десоветизации, идее-идеологизации и так далее, мы, так сказать, навстречу ему написали свою книгу. Она вышла в издательстве «Мысль» в 1990 году, тиражом 50 тысяч экземпляров. На ресурсах фонда «Рабочая академия» она есть в электронном виде. Я очень ее рекомендую, потому что там говорится о том, как надо планировать при социализме. И главное, некоторые товарищи увлекаются тем, что вот, дескать, мы члительная техника, она нам поможет. Если головы нет, то члительная техника не поможет. Этим любит Вассерман увлекается. Не только Вассерман, но и другие, так сказать, думают, что дело в том, что можно посчитать. На самом деле это совсем не главное, потому что главное, какой критерий будет, что считать. Вот либо мы будем считать затраты труда, это будет то, что при капитализме все считалось, сколько нужно затратить. А вот в той книге, которую я назвал, «Выбор нового курса» Долгов, Ельмеев и Попов, говорится о том, что надо считать экономию от замены той техники, которая была, на ту технику, которую произвели. За вычетом стоимости, за вычетом затрат. Вы должны вычесть затраты на производство, затрату на обслуживание в течение, так сказать, цикла жизни. И вот тогда будет чистая экономия. Вот, скажем, вы разработали какой-то агрегат или какой-то механизм, или какую-то машину. Вы посчитаете, сколько общество получит от замены старой машины на новую машину. И вычтете затраты на производство этой машины, на ремонт и там все прочее. То есть прямо противоположная задача – экономия труда. И дело не в том, чтобы изобрести себя, дело в том, чтобы ее вот так широко распространить, как вот, скажем, телефоны. Когда вдруг смотришь, все ходят с этими телефонами. Вот если бы так было с научно-техническим прогрессом, все бы применяли бы везде машины и так бы заменяли. Тогда совсем бы другое дело, другой прогресс. Вот это самое главное. Что планировать? Потому что иначе планировать сидеть, будет госплан, будут люди, будут отделы. А дело в том, чем это будет наполнено. Есть еще одна книга тех же авторов, называется «Уроки и перспективы социализма в России». Издана она в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета к 80-летию советской власти в 1997 году. «Уроки и перспективы социализма в России». Значит, есть у нас книга с Николаем Андреевичем Моисеенко, которая называется «Управление социалистической экономикой. Политико-экономический аспект». Это книга издана в издательстве Санкт-Петербургского, Ленинградского тогда университета. Еще есть книга, которую я издавал, в которой самые проблемы планирования рассматриваются, связаны с противоречивостью всего и вся. С тем, что планирование не должно рассматриваться как такой талисман, избавляющий от тех противоречий, которые есть. Само планирование попадает в стихию противоречий, в стихию борьбы противоположностей. И поэтому без учета противоречий интересов, противоречий во всем, невозможно планировать. И поэтому, получается, значит, планировали пойти туда, а получилось пришли сюда, потому что вы не учли, что есть противоположные течения и движения. Вот книга эта называется «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». И там речь идет не о той борьбе, которая была в переходный период, и не той борьбе, которая есть сейчас, а той борьбе, которая была при социализме и будет, если будет социализм. Поэтому самая главная ошибка, которая была у товарищей, представлявших Коммунистическую партию, что они, так сказать, эти противоречия, которые будут при социализме в первой фазе коммунизма, они их не принимали во внимание. И даже вот некоторые нынешние товарищи говорят, что есть государство справедливости. Я сегодня услышал такую мысль. Ну, тут бы Ленин, конечно, ему не понравилось, потому что либо справедливости уже нет, то есть еще уже нет, тогда нет государства. А пока есть государство, значит, есть класс. А раз есть класс, значит, нет справедливости. Вот Ленин в «Государство и революции» писал, что справедливости и равенства первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Поэтому вот это очень важно. И надо сказать, что эта книга специально посвящена противоречиям социализма, и она рассматривает и самые общие противоречия между коммунистической природой, социализмом и его отрицанием, и противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, который вовсе целого не образует, только момент, и противоречия между бесклассовым характером первой фазы коммунизма, то есть социализма, и неполностью преодоленным делением общества на класс. Это противоречия между планомерным характером социалистического производства, на которое возлагают такие надежды, и элементы венстихийности в его организации. Элементы венстихийности вытекают, во-первых, из того, что нельзя все познать за короткое время, и поэтому обязательно венстихийность будет и останется навсегда в какой-то мере. А во-вторых, это связано с различными интересами, которые есть при социализме, скажем, приоритет личных интересов разрушает приоритет интересов государственных, всего общества. Поэтому для того, чтобы это противоречие разрешать, нужна система управления, а сама система управления тоже противоречивая. И в ней есть карьеризм, бюрократизм, местничество, ведомственность, то есть всякого рода мелкобуржуазность при социализме, в сфере управления. И рецепт борьбы с этой мелкобуржуазностью, а следовательно, из социалистического планирования. Мы уже что угодно напланировали, и все может рассыпаться. Ведь из управления пошло разрушение социализма, из сферы управления. То есть люди, которые должны были бы укреплять социализм, а его разрушали. Такие как Хрущев, и там целая Плеяда потом, и Горбачев, и Брежнев сюда попадает, и Ельцин туда же попадает, который вскормлен партийным молоком на партийные средства, который был первым секретарем Свердловского обкома, первым секретарем Московского горкома, кандидат члена Политбюро. Ну и дальше вроде хода ему нет, тогда он в президенты проскачивает. Ему неважно, куда. Советская власть, уж разная власть, главное на первые места. Вот оно. Вот это стремление к тому, чтобы получить, подняться вверх и получить блага, которые с этим связаны. Вот поэтому, если мы хотим о живом таком планировании говорить, я вот посоветовал вам такую литературу достаточно много. Поэтому, если вы это изучите, я думаю, уже будет достаточно серьезное поле для обсуждения и рассмотрения. Такой еще немножко как бы, ну, он периодически всплывает, этот вопрос, поэтому я думаю, как можно кратко на него ответить. Почему марксизм наука, спрашивает Кирилл Сергеев, что в нем научного? Ну, наверное, товарищ Сергеев, может быть, он по какой-то причине не знает, что такое наука. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно взять определение науки. Вот если я много-много-много-много-много о чем-нибудь знаю, это значит, что я ученый? Нет. Нет. А кто я? Знахарь. Знахарь я. То есть, если вот мы много-много имеем всяких знаний, правильных знаний, хороших знаний, то есть, наука, по определению, которое дал Гегель, это определение, никто из великих не отвергает, ну, а люди, так сказать, игнорирующие великих и гениальных, они, как говорится, могут употреблять как угодно тогда. Им везде. Им все равно. Им везде вся наука. Так вот, наука – это система знаний. Или, как говорит Гегель, это знания, приведенные в систему. А что такое система? Это такое движение научное, когда есть начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Не все науки смогли построить себя, как науку. Вот Гегель приводит такой пример, что говорит, вот есть очень сложные науки, такие, как медицина. Им пока еще не удалось построить. Из-за сложности материала. Многое же нет. Переводом этапе. Ну, вот, скажем, вопрос, без генетики можно построить современную медицину? Нельзя. Но еще не увязано в единую систему это все. И тут приходит страховая компания и берет со всего этого деньги, из-за того, что не увязано. Правильно. Молодцы. Вот она тут, вот она, что самое главное. Деньги взять. Зачем нужна медицина сейчас? Чтобы деньги с нее стричь. Вот Бобинов. С него стригут деньги. Он много работает. Много импортозамещения. Да, очень хорошо. Вот. Так что марксизм потому наука, что он представляет собой те систему знаний, в которой есть три момента. Философия – это диалектический, исторический материализм. Это политэкономия марксистская, которая разработана и представлена в трех томах в «Капитале». И далее развитая, скажем, Лениным в работе империализма как высшая стадия капитализма. И научный социализм, которому, я должен сказать, не очень повезло. Вот я недавно прочитал постановление ЦК ВКПБ 1946 года об открытии Академии общественных наук, высшей партийной школы. Там все есть. И политэкономия, и диамат, и эстмат. А научного социализма нет. Хотя вот у Сталина была прекрасная работа, вопросы ленинизма, которая вполне подходит под это для того, чтобы это использовать. А в 1962 году гражданин Суслов, который особенно большую лепту внес в уничтожение диктатуры пролетариата в СССР, и который полемизировал, так сказать, с китайской Компартией, которая сразу указала на отход от марксизма, на ревизионизм в этом вопросе. Вот этот Суслов собрал в 1962 году. Собрал совещание в ЦК и определили, что будет обучение проходить по научному коммунизму. Ни слыханно, ни видано, что это такое. Вот коммунизм как общественный способ, как общественная формация, это понятно, что. Вот Маркс в критикой годской программе говорил, что есть вот первая фаза коммунизма, вторая фаза коммунизма. Есть понятие научного социализма, оно употребляется Марксом и Энгельсом в коммунистическом манифесте, оно употребляется Энгельсом в книге «Развитие социализма от утопии к науке», наука, научный социализм. Оно употребляется Лениным в работе. Три источника и три составных части марксизма. Философия, политэкономия, научный социализм. И тут вдруг какой-то научный коммунизм. И так это здорово, что потом еще придумали, навернули на это еще специализацию научный коммунизм. Теория научного коммунизма. Это специализация научная. Вот так. И вот, так сказать, появилось нечто. И вот в рамках этой специализации все оторвались от этой самой науки первичной. И поэтому здесь есть и то, и то. И позитивное, и негативное. Собственно, это все понимают, что в науке есть всегда шла классовая борьба науки. Да, в общественной, которая затратилась. Кроме математики. Математики нет классовой борьбы. Вот, собственно говоря, марксизм – наука, как система знаний. Хорошо. А, еще Ленин добавлял, что если это наука, то надо, чтобы ее изучали. Для этого мы создали Красный университет, который как раз третий источник и три составных частей марксизма преподает. Отлично. Вопрос от Юрия Федорченко. Есть один вопрос к Михаилу Васильевичу. В его лекциях эта тема вроде бы не поднималась, а на ее счет имеется много всяких спекуляций. Я имею в виду пресловутый пломбированный вагон, в котором Владимир Ильич с другими политическими деятелями вернулся в Россию. Видимо, как ножки Буша. Во время Первой мировой войны. Не мог бы Михаил Васильевич подробно по мере возможности осветить этот вопрос и развеять всякие инсинуации на этот счет? Я вообще вопроса не вижу. Вот, как известно у нас, большевистская партия готовила революцию. И большевистская партия имела два круга революционеров. Одни из них, непосредственно такие, как Сталин, находились в основном на территории России на нелегальном положении. Их отправят в Сибирь на свежий воздух, а они все равно опять идут в города, где, так сказать, заводы и прочее, и прочее. Их опять на свежий воздух. А, значит, другие товарищи, которые уже побывали в местах не столь отдаленных, как товарищ Ленин. С чего началась его политическая деятельность? Из-за того, что он сначала посидел в тюрьме один год. Вот знаете, у нас есть такой перекресток Литейный и бывшая воина, а сейчас Шпалерная. Вот там такая была, там и сейчас такое здание с огромным, огромным забором. Там была тюрьма. Он там просидел год. А после этого его отправили в Сибирь на свежий воздух, как любило царское правительство делать. И три года он там в селе Шушенском пробыл. Но в отличие от других, которые, так сказать, как-то переживали, как говорится, там нахождение, он написал книгу «Развитие капитализма в России». Потом он попытался начать действовать здесь, на территории России, и даже побывал в Ульяновке ненадолго. Но сразу обнаружилось, что за ним хвост. И пришлось ему уехать за границу. Теперь я думаю, что всем понятно, поскольку он продолжал руководить, и съезды партии где проходили, на территории России или за границей? Съезды партии проходили за границей. Значит, всем понятно, что когда наступило время организации революции, особенно поворот на социалистическую революцию, с чем, собственно, Ленин и должен был приехать, да? То, значит, ну, поскольку на самолете было не перелететь, то единственный выход был проехать на поезде. Желательно, чтобы не входить в контакты, так сказать, с враждебным Россией государством, и не попадать, так сказать, под молот войны. Единственный способ был этот вагон опломбировать, чтобы никто туда не мог входить, и из него никто не мог выходить. Вот и все, вся проблема. Вот он приехал. А почему на это пошло германское правительство? Потому что оно рассчитывало, что большевики, они, значит, будут выступать, они же все время выступают против царя, они за поражение своего правительства. Поэтому оно рассчитывало на то, что это облегчит условия военных действий. Ну, и в известном смысле это облегчило, особенно когда Троцкий ни мира, ни войны свое проглашал. А как Ленин и его проезд, так сказать, в вагоне привел его к тому, чтобы говорить ни мира, ни войны? А вот он говорил, Ленин, давайте заключим мирный договор. Зачем? Чтобы сохранить ту революцию или того ребенка, который социалистическую, который родился. А тот, кто кричал о том, что давайте мы разовьем мировой пожар, так сказать, давайте мы сгорим в этом огне, он на самом деле был по существу предателем нашей революции. И в Ухарен с этих же позиций выступал и левые коммунисты, так называемые. Вот и все это, так сказать. Ну, некоторые товарищи считают, что он должен был там сидеть, Ленин, чтобы, так сказать, не участвовать в организации вооруженного восстания. Ленин человек нетрусливый. К 6 ноября он с Сердобольской улицы вдвоем с рабочим. Вышли и пешочком отправились в Сумульный. И далеко, и темно. Да, ну у рабочих был в Пистоле. Это там поближе, чем в метропе? Я проходил 2 часа 20 минут. У всех работают? Ничего страшного. Но днем не страшно. А ночью, конечно, я бы не рискнул. Сейчас, по крайней мере. Тогда было спокойнее. Да, спокойнее было, конечно. То есть рабочие дружины ходили, а то не али. Да. Так что особенно тут вопроса нет. Я не понимаю. То есть на что-то тут кто-то на что-то намекает. Но поскольку он, так сказать, нечего тут сказать, он именно только вот этими намеками гнусными и ограничивается. Поэтому и такие вопросы задают. Пойдем дальше. Дальше классический вопрос. За что бороться сейчас? Значит, вопрос классический, ответ тоже классический. Потому что, если говорить коротко, за коммунизм. Начали с коммунизма и закончили коммунизм. Ну, а как вы думали, значит, это коммунизм. Правильно? В конце концов. Ну, а за что могут бороться эти люди? А что такое коммунизм? Коммунизм означает общее. То есть за общее дело. То есть можно сразу обнаружить, кто за общее дело. Тот коммунист. Вот с этой точки зрения. Кто только за то, чтобы свои проблемы решить. И карманы набить. Наверху он сидит, внизу он сидит. Неважно где, в какой сфере. То, что думает только о себе. Ну, плюс еще о своих близких. А Ленин даже на эту тему говорил. Что это вот в религии так, значит, о ближнем надо позаботиться. А вот коммунизм начинается тогда, когда человек начинает думать не о ближнем, а обо всех. И дальних. Вот, следовательно, человек, который начинает бороться за общее дело, тот коммунизм. В этом состоит коммунизм. Поэтому коммунизм не надо отодвигать далеко. Вот коммунизм здесь состоит в том, что сейчас люди, в том числе и те, которые здесь присутствуют, и те, которые это с вниманием слушают. И слушают не потому, что они, так сказать, просто хотят, так сказать, поинтересоваться, а тоже хотят определить свое место в жизни. Вот их положение в жизни – либо быть коммунистом, либо… Но коммунистом нельзя быть, не изучив всего того, что создало гениального, что создало человечество. Для этого есть Красный университет. Значит, что делать? Можно оставить вопрос такой. За что бороться? Бороться за то, чтобы поступить в Красный университет. Борьба очень легкая. Потом не вылететь отбора. Оттуда уже не выйдешь. Почему? Потому что за год точно все не изучишь, а только, так сказать, войдешь во вкус, и это все вам будет помогать, можно сказать, натаскивать преподавателей. Но высшей формой всегда, ну и у большевиков было самостоятельное изучение теории. И самостоятельное изучение человек должен весь капитал прочитать, все три тома, а не куски из первого тома. Он должен прочитать там произведения Энгельса основные, и не те, которые я только назвал, а еще и антидюринг, происхождение семьи и частной собственности государства, Людвига Вербаха, конец классической немецкой философии. Значит, надо Ленина прочитать всего. У нас вот товарищ Турушев недавно доложил, член рабочей партии России, что он говорит, я за полтора года прочитал 45 томов полного собранного сочинения. Ну, если раньше было трудно, я вот мыкался все время, у меня какие-то были тетрадки, и я все выписывал, выписывал везде, где в очередях сижу, читал там и так далее. А он все, значит, читал теперь легко, на телефоне все читает, и все читает. И, в общем, он прочитал 45 томов, но 10 томов еще не дочитал, это письма. Но письма это уже, как говорится, не целое. Письма это некоторые добавления к тому, что он уже прочитал. Только я, так сказать, порадовался, оказывается, у нас есть товарищ Лещук, главный редактор газеты «Заработчика», который тоже прочитал 45 томов и молчит. Я думаю, что кто-то, кто задает вопросы, может, уже и больше прочитали, но молчат. Да. Ну, в целях конспирации, так сказать. Брань, да. Наверное, да. Ну, это, в общем, работа все-таки, это требует внимания, и надо этим... И пить тогда некогда уже, точно. Точно некогда будет. Это один из способов. Борьбы с алкоголизмом. Затягивает. Ленин затягивает хуже всякой водки. Спасибо, Михаил Васильевич. Можно пойти дальше, так сказать. Ну, а что нужно, за какое общее дело надо бороться? А вот здесь товарищи рассказали, а общее дело такое. Если человек не может, так сказать, решить большие задачи, не имея на это времени, все решается во времени. Если у человека остается только время на сон и еду, он никаких общих задач решить не может. Он живет так, как живут другие животные не высшего разума. Они тоже едят и спят. И более сильные, и более грозные, и с рыком, и так далее, но они животные. То есть не надо превращать себя в животное, что хочет сделать нынешнее буржуазное правительство. И его председатель, товарищ Медведев. Он решил, видите ли, рощерком пера, отменить все советские. Такой дурости еще никто еще не делал. Даже Ельцин. Ну, все время были законы конкретные, по конкретным вопросам, которые оставались, и никто не думал и впереди. Это называется корпус права. Вот я, как профессор по качеству экономики и права, хочу напомнить. Есть корпус права. В нем есть такие законы, которые не нуждаются в том, чтобы их отменять, потому что они некоторый фундамент создают. Ну, а если отменять, то кто должен отменять? Медведев или, если это декреты? Декреты – это законы. Ну, а кто должен отменять? Законодательные органы. У Ленина не было законодательного органа, который быстро мог отменить. Это раз. Во-вторых, не Ленин установил 8-часовой рабочий день. Рабочий день 8 часов установил в рабочий класс явочным порядком. А вот этот вот закон, это было, так сказать, что это такое? Оформление декретом. Да вы можете сто раз вычеркивать или перечеркивать эти законы. Вы борьбу рабочего класса никуда не перечеркнете и не вычеркнете. Если рабочий класс России захочет все 6 часов установить, он его установит. И нынешняя система права, свеженькие все законы, трудовой кодекс это позволяет. Потому что во время забастовки, забастовка бывает двух родов, вся работа останавливается или частично. Ну, частично 2 часа будет меньше работать, чем 8, и будет 6. И не важно, какой даже установят примерный рабочий день. В рамках коллективного договора и в коллективе можно установить всегда 6-часовой, хотя бы на началах забастовки. Или записать его в коллективный договор, или по факту держать, если требования будут, и забастовка будет объявлена не на 2 месяца или не на месяц, а бессрочная, бессрочная, с сокращением работы до 6 часов. Ну и все. И работайте, пожалуйста. И никакого запрета нет на это. И никаких декретов не надо. И ни того декрета, который был в 2017 году, и те решения, которые сейчас может принять правительство Медведева, это не касается этого. Это дело рабочего класса. Если рабочий класс не поднимется для того, чтобы создать все условия для борьбы дальше за улучшение своей жизни, за развитие и за коммунизм, ну, значит, он и будет прозябать. А если поднимется, никакое правительство ему не помешает. Нет такого правительства, которое может помешать рабочему классу, которому он поднимется. Уже со соотношением сил, как нам товарищ Кучук популярно объяснил, соотношение сил такое, что, конечно, противоположный класс и менее силен, и численность у него не такая. У него есть деньги, но рабочий класс ведь деньгами ты не подкупишь. Вот в чем дело. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо. Я хотел бы, значит, попросить дать слово проректору нашего Красного университета, который подведет нам итоги и окончательно скажет, за что нам все-таки бороться официально, потому что наши все выступления носят неофициальный характер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok